Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова я, Камилу Джи. Тема сегодняшнего обзора – секреты ввод, как стать статистом. Давайте сначала определимся в семантике. Статистами называются те игроки, которые весь свой игровой процесс, во-первых, подчиняют, а во-вторых, планируют таким образом, чтобы максимально улучшить статистические показатели своей учетной записи. Проще говоря, иметь высокий процент побед и высокие рейтинги эффективности. Культурная парадигма постмодернизма, то есть эпохи, в которую мы имеем счастье или несчастье жить, сейчас характеризуется крайним утилитарным подходом ко всем вещам и явлениям, это во-первых. И во-вторых, стремлением заполучить ноу-хау. Ноу-хау переводится как «знать как», а на практике обозначает систему методов, подходов, технологий, каких-то приемов для получения, во-первых, прогнозируемого результата, а во-вторых, гарантированного получения этого результата. Я утверждаю, друзья, что я обладаю таким ноу-хау, то есть как стать статистом, как получить высокие рейтинги эффективности в этой игре и иметь довольно высокий процент побед. То есть второе, что я осмеливаюсь утверждать, что, скажем, статистические показатели очень мало коррелируются с какими-то талантами, рефлексами игрока, его умом. То есть так или иначе, это достигается путем каких-то приемов, секретов и вот тому подобных вещей. Смотрите, друзья, я начал играть в далеком 2012 году. Смотрите, зарегистрирован 13 августа 2012 года. И играл, в общем-то, как все. Как все начинают играть? Это 47-48% побед, там желтенькие, красненькие и все такое. Но я как бы обладаю аналитическим умом и отчасти аутист, ну то есть на понятный язык, если перевести аутист, задроты просто-напросто. Интуитивно я почувствовал, что существует какой-то секрет в этой игре, какие-то приемы тактические, набор тактических приемов, методы прокачки экипажа, ну то есть выбирание перков, проще говоря, оборудование машины дополнительными модулями, подбор техники, которые позволят так или иначе играть хорошо. Я провел огромную работу по этому, как бы в этом направлении, то есть наблюдал, как играют игроки, замечал на карте, если какой-то статист вражеский занимает какую-то позицию и очень мешает, допустим, работать мне и моей команде и помогает своей. То есть я это пробовал, пробовал разные тактики. У Лу-Лу я водитель НЛО, понимаете, и лезть в бой там, и светить. И, в общем-то, я достиг успеха, то есть кроме перечисленного аутизма и аналитического ума, у меня довольно упрямый характер, я добился успеха и получил, в общем-то, желаемый результат. Смотрите, вот этот аккаунт, который я вам сейчас показываю, Камелот 33, видите, клан Патом, это мой первый аккаунт, это не Твинг. Значит, стата на нем, как и у всех, была поначалу 48%. И мало-помалу, когда я осваивал лозы, чего-то понимал, я начал ее немножко улучшать, видите, и довел практически до 60%. Даже там что-то было больше. Потом начались ЛБЗ, арта, тяжелые танки, и немножко все это потерялось. И вы должны понимать, что если вы игровой процесс не подчиняете статистике, то неминуемо статистические показатели вашей учетной записи начнут снижаться. Во-первых, вы будете играть на разной технике, непривычной для вас. Во-вторых, брать новые экипажи, не качанные. И так или иначе, это пойдет вниз. Но, тем не менее, мне удалось вытянуть свой аккаунт. И, смотрите, рейтинг эффективности бирюзовый. То есть, привести его в приличный вид. И опять повторяюсь, это не Твинг, это первый аккаунт. То есть, следуя моим рекомендациям, ребята даже с невысоким скиллом, от 10 тысяч боев, во-первых, могут сделать свой первый аккаунт в районе 60%. Вы должны понимать, что чем вы больше боев отыграли на аккаунте, тем тяжелее поднять его статистические показатели, потому что гораздо больше боев нужно будет сыграть с высоким процентом побед, чтобы на общем количестве это все выглядело хорошо. Теперь, смотрите, друзья. Начнем с экипажа. Что мне удалось выяснить? Давайте возьмем какой-нибудь показательный экипаж. Ну, например, вот на Т-25АТ. Тут он выкачан уже с учетом моих знаний дальнейших. Я его позже качал. Все по классике. Смотрите, первым перком командиру ставится лампочка и всем остальным членам экипажа маскировка. Объясню, почему так. Ну, лампочка объяснять не надо. Тут возражений не возникнет. Почему маскировка? Смотрите, вы тем скорее приведете свою команду к победе, чем лучше дадите ей свет. Коль скоро вы сможете обнаруживать вражеские танки. А обнаруживать вы сможете их какое-то продолжительное время и первыми их увидеть, если вы будете незаметны. Поэтому маскировка. То есть вы получаете преимущество. Это раз. И второе, даете свет. И вы должны понимать, друзья, что стрелять, попадать, стрелять даже с упреждением умеют все. Даже боец, отыгравший пару тысяч боев, все это прекрасно делает. Тут никакой тонкости нет. То есть решающим фактором является засвет. Поэтому маскировка. Вторым перком тупо всем качается братство. Братство влияет не только на показатели перезарядки и времени сведения, что тоже важно. Но опять же от нее зависит ваша незаметность и ваш обзор. То есть увеличивается там на какие-то проценты, но он увеличивается и вы опять же получаете определенное преимущество. Третий перк. Командиру опять же докачиваете маскировку. Все остальные более или менее произвольно. Если у нас наводчик, тут у нас плавный поворот орудия. Можно поставить там снайпера. Это уже более или менее произвольно. Главное классика, помните. Первая маскировка и лампочка командиру. Второе братство. И третье докачиваете командиру маскировку. Что касается модулей дополнительного оборудования. То есть на любой танк я всегда ставлю стереотруба. Это первое. Это не обсуждается, поскольку я уже говорил, свет это решающий фактор в победе. Во-вторых, если корпус закрыт, не такой как у Т-67 или у Джексона, или у Халката, я всегда ставлю вентиляцию. Опять же, она улучшает все характеристики танка. Время сведения, перезарядку. И опять же, на что я делаю упор, что я выяснил в результате своей работы по выявлению закономерностей, улучшения своей статы, это свет. То есть радиус обзора, незаметность. Третий перк. Смотрите, тут какая ситуация. Если у танка быстрое время сведения, например, как у американцев, у всех ПТ 1,7. Этого достаточно. Можно не ставить усиленные приводы наводки. Чтобы увеличить ДПМ, вы ставите досылатель. Если же вы имеете дело с русским ПТ, это время сведения 2,3 и выше, то разумнее будет поставить усиленные приводы наводки, поскольку в данном случае это показатель более критичный. И таким образом вы скорее увеличите тот урон, который вы наносите в бою. Средний урон и так далее. Поскольку для того, чтобы выстрелить по противнику, нужно не только перезарядиться, но и нужно свестись. И вот в этом компромиссной ситуации мы выбираем усиленные приводы наводки. К сожалению, видите, слотов для дополнительного оборудования только 3, поэтому чем-то приходится жертвовать, чтобы это все осуществить. Смотрите, теперь у нас осталось разобрать те танки, на которых проще и лучше добиваться высоких статистических показателей. Смотрите, если вы будете таким образом использовать экипажи, то есть таким образом их качать, выставлять им перки, использовать такое дополнительное оборудование, играть долго на одном танке, так что экипаж станет мультиперковым, то есть будет иметь несколько перков, то стату от 55% и выше можно иметь практически на любом танке. Но темой этого обзора и целью нашей является максимальное повышение статистических показателей. И существует ряд танков, на которых это делать удобнее, быстрее и эффективнее. Я предлагаю сейчас перейти на другой мой аккаунт, на Твинк, и посмотреть, каких результатов как бы можно, следуя моим рекомендациям, добиться уже на чистом аккаунте, на Твинке, имея какой-то опыт. Это мой аккаунт на европейском кластере. Как вы можете видеть, друзья, ник Russian Soul. Как я часто говорю в своих обзорах, я чистокровный русский, патриот своей родины. И зная практически наверняка, что я буду играть успешно на европейском кластере, мне хотелось как бы подчеркнуть свое происхождение и как-то Россию приподнять в глазах окружающих народов. Смотрите, я вам показываю этот аккаунт, чтобы мотивировать вас, чтобы вы поняли, чего можно достигнуть, следуя моим рекомендациям. Когда после меня начали играть мои друзья некоторые, исследовали моим рекомендациям, у всех стата была 56% и выше вообще без скилла, то есть с нуля, со старта. Сами понимаете, если мой метод будет использовать человек, имеющий определенный опыт, там 10 тысяч боев или еще больше, то результат будет вообще как бы неплохим. Смотрите, зарегистрировал я его через год, то есть основа в 2012 году летом и твинг на европейском кластере в 2013, через год. То есть этот год как бы не прошел для меня даром. То есть все выглядит существенно лучше, и средний дамаг на аккаунте, и процент побед, и вот по технике тоже похвастаюсь. То есть смотрите, все фиолетовое, все тут 68, 73, 68, то есть на тех танках, на которых я играл больше всего. Особенно хочу подчеркнуть, друзья, я играю сольно, то есть чтобы вы не думали, что эту стату я набил там в каких-то взводах со скиллованными игроками, я уж так устроен, повторюсь, я немножко аутист по натуре, мне нравится играть самому, как в детстве я возился с солдатиками, понимаете, а игра во взводе меня почему-то вызывает определенный стресс, может какая-то ответственность, если я не оправдываю возлагаемых на меня надежд, а сами понимаете, на бойца с такими статистическими показателями надеется вся команда, я очень расстраиваюсь, и из этого может быть менять тяготин. Мне лучше играть как бы самому инкогнитом. Теперь, смотрите, что мне удалось выяснить относительно техники, которая приносит наибольший процент побед на аккаунт. Я выяснил, что если играть долго на одном танке, следуя моим рекомендациям, иметь многоперковый экипаж, то практически на любой технике можно иметь от 55% побед и выше. Но нам бы хотелось чего-то поболее. В этом смысле наиболее подходящими в свое время были, во-первых, Т-40, сами видите, какой процент побед, во-вторых, Т-67, и в-третьих, Халкат. Может быть даже Халкат, во-первых, поскольку, вот смотрите, на Халкате почти 1600 средний домах, и если у вас такой домах будет на аккаунте, то не у многих повернется язык, сказать, мол, вы педобир там или еще, а там в песочнице играешь, поскольку там люди и на 8-х левелах как бы не всегда имеют такой дамаг. Но, к сожалению, в очередном патче, в каком-то из очередных патчей, все эти машины четкие такие, на которых можно было на шармачка качнуть свою стату, были понефлены. Был понефлен Халкат, не буду углубляться в подробности, Т-40 и Т-67. Но, к счастью, у нас остались надежные лошадки Джексон и, 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 где ты у нас? Валверайн. Не вижу Валверайна, ну, не важно. В общем-то, Джексон и Валверайн, это параллельная ветка американских ПТ, которая идет параллельно Т-67 и Халкату. Они, скажем, и Донерфа достойно, вот, а, кстати, вот он Валверайн, достойно как бы выглядели на их фоне и могли составить им конкуренцию и обладали рядом преимуществ, на которых я тоже не буду останавливаться отдельно, вот. А после Нерфа они, как бы, вышли на передний план и можно на них возложить, как бы, эти все задачи. Почему на них стата немножко выше? Поскольку боев я на этой технике отыграл меньше, экипажи не такие качанные, вот оттуда результат. То есть, если заморочиться и иметь на Валверайне пятиперковый экипаж, все это будет под 68%, все будет бирюзовым, прекрасным. Теперь, когда мы выяснили, на какой технике лучше бустить аккаунт, давайте перейдем к тактическим предпосылкам на примере одного боя. Что касается тактического рисунка боя, то есть, та тактика, которая будет наиболее результативная, я отдаю себе отчет, насколько непопулярную вещь сейчас я скажу, насколько эта вещь будет противоречить всеобщему тренду, но нравится вам это, друзья, или не нравится, вся тактика, в общем-то, World of Things сводится к кустодрочерству. Пусть вас не вводит в заблуждение призывы Джова и подобных ему ютуберов к бодрому танковому рубилову. То, что они делают, они просто перед вами рисуются. Они хотят выглядеть бертоньянами, и все. Им совершенно безразличны ваши показатели в игре. По большому счету, ничему они вас научить не хотят. Все, что они хотят, они хотят продавать свой канал, свой продукт, и для этого им нужно выглядеть круто. В подтверждение моих слов могу призвать вас понаблюдать за скиллованными бойцами, статистика которых отображается зеленым, а еще лучше бирюзовым цветом. То есть она не случайно так отображается. Посмотрите, как аккуратно они начинают бой. Из-за горочки, из-за сейва, из-за куста, после выстрела сразу же откатываются. Берегут буквально каждое свое ХП, поскольку разменять его всегда успеете, и оно вам еще понадобится для того, чтобы в какой-то критический момент решить, затянуть и так далее. Более того, беседуя с скиллованными игроками, сам я не играю в командных боях, на глобальных картах, но когда я интересовался, то подтвердил, мое мнение полностью-полностью подтвердилось. Смотрите, как они называют, ну как бы, как в ихней интерпретации звучит это правило. Всегда сперва деф, потом атака. То есть, сначала добиваются какого-то решительного преимущества, потом переходят к атаке. Они это называют таким образом, что принимающая сторона всегда имеет преимущество. За счет чего это имеет? Это уж, ну как бы, механика игрового процесса баргейнга. Так он ее построил. Когда танки противника движутся, у них не работает стереотруба, у вас работает. То есть, вы их обнаруживаете на дальних подступах и, будучи еще невидимы, уже начинаете дамажить, уже начинаете набивать и получаете определенное преимущество. потом, вы стоите так или иначе, если вы дефите, вы работаете от сейва, то есть, занимаете такую позицию, вот как здесь, видите, я, в общем-то, холмик, дом, я сразу сейвлюсь, откатываюсь, занимаете такую позицию, где вы можете засейвиться. А наступающие же противники такой возможности лишены, поскольку, танки на марше так или иначе покидают места сейва и, и таким образом, таким образом, оказывается в невыгодном положении, в невыгодных условиях. Смотрите, вот уже практически конец боя, конец боя, у меня фульное хп, то есть, переходить, когда противники атакуют, нужно дефить, нужно их встречать, нужно контролировать, потом, смотрите, так или иначе, нередко бой сводится к противостоянию одного, двух, трех статистов между собой, они доживают до конца и потом разбираются. То есть, когда преимущество получено, вы можете уже более или менее свободно атаковать, наступать и действовать более решительно. А поначалу, в любом случае, деф. Противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бег. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди на лихом коле и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Если ситуация складывается не так благоприятно как нам хотелось бы и мы не побеждаем что бывает довольно часто чего уже греха таить там какой бы у меня например не был высокий процент побед все равно как бы сливы есть есть они у всех скиллованных бойцов ничего тут не поделаешь на этот случай когда противники приезжают по вашу душу вы имеете полное хп вы имеете решительное преимущество и умирая дорого продаете свою жизнь а коли так коли вы их дамажите коли вы наносите по ним урон вы работаете на рейтинг эффективности и даже если вы бой слили вот этот бой кстати мне не удалось затянуть вы хорошо надамажили вы ушли с кучей фрагов и сработали на свой рейтинг эффективности и как я нередко говорю в своих обзорах иное поражение может стоить 5-6 заурядных побед так что тут у нас происходит видите сжимается кольцо вокруг меня но благодаря тому что я сохранил хп то есть я борюсь очень-очень долго и там при минимальной помощи союзников то есть мог бы я затянуть вот ну и в среднем то есть если вы ведете себя таким образом вы нередко затягиваете бой и стата рисуется такая какая она рисуется чем еще замечательный мой метод допустим многие говорят надо взять ст 10 уровня формить там набивать не буду скрывать не буду лукавить я этого не умею я умею то что я умею и какой плюс моего метода состоит в том что с помощью моей методики забустить аккаунт могут не самые скилованные игроки а довольно средние к которым отношусь и я то есть намного намного проще все это реализовать ну в общем-то смотрите мои обзоры друзья надеюсь они вам помогут с вами был я Камилу Джи хороших боев хороших союзников до свидания